Россия не становятся вегетарианцами. Почему? Объяснит наш гость из Сербии Мирко Здравич в своей рубрике «Из России с любовью». Здраво! Жители России сократили потребление мяса, рыбы и молока, а овощей и бахчевых стали есть куда больше. Об этом сообщают известия, ссылаясь на данные Росстата. За период с 2013 по 2015 годы каждый среднестатистический россиянин стал есть меньше мяса на 2 килограмма в год, рыбы на 5 килограммов, а потребление молока и молочных продуктов сократилось на 9 килограммов в год. Но зато кабачки, тыквы и арбузы бьют рекорды. По сравнению с 2005 их потребление увеличилось на 24 кило. Неужели россияне настолько прониклись жалостью к зверушкам? Сознание моё хочет победы вегетарианству во всём мире, а подсознание изнывает по куску сочного мяса. Впрочем, эксперты видят причину в другом. Падение доходов и рост цен. Это дичь! Это дичь! А ваши цены не дичь? На питание повлияли и контрсанкции, введённые Россией в 2014 году. С российского продовольственного рынка ушло несколько крупных игроков-импортеров молочных продуктов. Однако некоторые всё же усматривают ситуацией сознательный переход на здоровое питание. Оно и понятно. Не зря ж так нещадно давят российские трактора иностранные мясные тушки. Я не ем больше мяса животных, так как правильный полон идей. Член комитета Госдумы по аграрным вопросам Аркадий Пономарёв отметил, что в последние годы сложилась тенденция перехода покупателей из творога, сметаны и сливочного масла на более дешёвый майонез, маргарин, а также творог и сливочное масло с добавлением растительных жиров. Идёт глобальное замещение натуральных продуктов на так называемые комбинированные, не особо полезные для здоровья. По его оценкам, стоимость молочной продукции за прошлый год увеличилась на 15-18%, что, конечно, не скажешь о доходах. Пользователь Рунейты отмечает, что дело не во всеобъемлющей любви к овощам. Мясо любить не перестали, денег попросту нет. На это жалуются и сами вегетарианцы. Здоровое питание – штука дорогая. А кушать хочется. Народ голодает, моя королева. Прояви фантазию, Брайтон. Скажи подданным, мол, мясо – это хлеб, мало – это много, бла-бла-бла. Простой народ ценит метафоры. Так что мясо, ты навсегда останешься в нашей памяти. Ох уж эти дивные деньки, проведённые вместе. Шкворчащие звуки сочного шашлыка, самолепные пельмешки, домашние котлетки. Ммм. Запомни меня. Диетологи говорят, что россияне стали есть меньше сахара и больше овощей. Для здоровья плюс. Главное – позитивный настрой. Ведь, как говорится, кто-то ест мясо, кто-то капусту, а в среднем все едят голубцы. Что-то ест со всего рыбом. Продолжение следует...